Первым органом, в котором я проходила стажировку, было организационно-аналитическое управление. В нем я проводила анализ нормативно-правовых актов, помогала консультациями исполнителям. Помимо своей работы, я нашла там отзывчивых коллег и друзей, которые могут во всем мне помочь. Благодаря их советам я попала в главное контрольное управление города Москвы. Одним из плюсов того места – это шикарнейший вид своего рабочего кабинета на 25 этаже. С самого начала моей стажировки в дирекции старалась взять как можно больше задач, интересных задач, неинтересных, ответов на те же обращения. Или у меня был выпуск брошюры, посвященный мероприятиям в зимнем. Сейчас я работаю в департаменте национальной политики. И, честно говоря, там я, наверное, даже нашла себя, потому что, придя туда, я поняла, что то, чем занимается этот департамент, мне интересно. И то, что я каждый день хожу на работу, я понимаю, что вот то, что я сделаю сегодня, это в дальнейшем реализуется. В отделе квотирования основной задачей было рассмотрение заявок и документов на получение субсидий. С первого же дня коллеги были открыты к диалогу, всегда готовы проконсультировать, ответить на вопросы, что действительно было колоссальной поддержкой и в то же время двигало рабочий процесс. Я стала частью этого всего механизма. В управлении подготовки проведения земельно-имущественных торгов там мы готовили объекты к продаже. То есть там земля, здание, помещение. Это было очень интересно. И там мне доводилось присутствовать на аукционах и тендерах. 40 кинотеатров продали при мне. Я была свидетелем подписания контракта на продажу этих кинотеатров.